Александр Ефимович, доброе утро. Многократный призер Каннского кинофестиваля, обладатель американской премии «Золотой глобус», национальной кинопремии «Франция и Сезар» и прочее, 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 прочее. И руководитель всех самых лучших последних кинотавров и последнего, видимо, кинотавра Александр Ефимович Роднянский. Очень рады, что вы с нами. Очень приятно, спасибо, что пригласили. Александр Ефимович, вы написали недавно в своем телеграме и в инстаграме, что у вас вскоре выйдет еще один новый проект с рабочим названием «Оккупация», и он родился из статьи и описывает первые месяцы войны. Как вы будете снимать о продолжающейся катастрофе? Я, во-первых, скажу, что мы просто перед Каннским фестивалем, как обычно это делается, фестиваль же является и среди прочего крупнейшим кинорынком, который сводит вместе огромное количество кинопрофессионалов, мы объявляем новые проекты на следующий год. Все те, которые снимем в этом году. И этих проектов в этом году у меня много, семь фильмов в производстве, и мы уже объявили, эта «Оккупация» стала третьим объявлением после фильма «У моря», «Одисы», он называется по-английски, режиссера Корнелла Мундруцу с замечательной актрисой Эмми Адамс в главной роли, и фильма оскаровского лауреата пятилетней давности за фильм «Сын Саула» Ласла Немеша, новый фильм называется «Сирота». «Оккупация», естественно, имеет непосредственное отношение к событиям, происходящим в сегодняшней Украине, и действительно она началась со статьи, опубликованной, наверное, в самом на сегодняшний день, ну что ли, сдержанном издании, я его читаю регулярно, поэтому взял на себя смелость его так назвать, да и «Атлантик». Это, в принципе, либеральное издание, но оно учитывает огромное количество разных позиций, особенно в сегодняшних условиях пропалестинских протестов на кампусах Соединенных, в Соединенных Штатах, в университетских кампусах, я имею в виду, они как-то предлагают совершенно разнообразные точки зрения, и я традиционно слежу за этим изданием. Так вот, два года назад там была опубликована статья большая, это так называемый «Лон Грид», очень известного журналиста и эксперта по российской пропаганде, он написал до этого две книги, Питер Померанцев. Питер Померанцев, сын очень известного журналиста и диссидента советского в прошлом, Игоря Померанцева, кстати сказать, уроженца Киева, я с ним встречался несколько раз в свое время, в прежней жизни, когда он работал на радио «Свобода». И Питер написал эту статью на основе огромного количества свидетельств, разговоров, фотографий, всего того, что ему удалось собрать, вокруг одного из многих, скажу сразу, очень многих эпизодов оккупации российскими войсками, украинских сел и маленьких городов. И эта статья называлась очень грустно, очень драматично и тем не менее очень точно словами одного из героев этих интервью и героев статьи, она называлась «Мы можем по-русски, мы можем быть только врагами». В общем, с этой статьей ко мне и обратилась очень известная голливудская компания, которая называется Anonymous Content. Она причастна к огромному количеству замечательных фильмов, среди которых и «Оскаровские победители». Спотлайт у нас назывался в центре внимания, журналистское расследование о педофилии в католической церкви в Бостоне, был знаменитый фильм, получивший «Оскар» за лучший фильм года. Или там, скажем, «Ревенант» фильм Алекандро Гонсалеса и Ниариту, вышедший у нас в прокат под названием «Выживший» с Леонардо Ди Каприо в главной роли. И эта компания в лице ее руководителя предложила мне сделать фильм вместе с ними, мне спродюсировать, найти режиссера, сделать сценарий и в дальнейшем, так сказать, собственно, произвести фильм, построенный на этой статье. Ну, поскольку я очень хорошо понимал уже к тому моменту, что происходит в Украине, я разговаривал со своей стороны, с огромным количеством людей, переживших и оккупацию, и вышедших оттуда, и знавших огромное количество историй. Я разговаривал с людьми, живущими даже до сих пор на оккупированных территориях. Я сказал, да, конечно. И мне понравилась идея, что это фильм без генерала. Знаете, как когда-то была так называемая лейтенантская проза, которой называли произведения, где персонажами были люди в окопах. Ну, самым старшим из которых был лейтенант. Началась она, конечно, с великой книги, тоже еще одного киевлянина, Виктора Платоныча Некрасова. В окопах Сталинграда называлась эта книга. Ну, а затем последовали и книги Бондарева, и других, как бы, замечательных писателей о войне, писавших свою литературу. Мне понравилось, что это не лейтенантская проза, а, как бы, кино о простых людях. Там нет ни генералов, ни тем более президентов, ни Путина, ни Зеленского, ни политиков, никого. Есть люди, живущие в селе, и вот солдаты русские, приходящие в это село, с той целью, с которой их туда отправили. И люди, оказывающиеся в худших из возможных предлагаемых обстоятельств жизни, военных, самых экстремальных, ведут себя очень по-разному. И мы с самого начала, я предложил этот проект очень талантливому, на мой взгляд, украинскому режиссеру и сценаристу Мирославу Слабошпицкому. Он прославился как-то необычно быстро выстрелившему и очень успешно прошедшему по всем фестивальным площадкам мира. Я не особо преувеличиваю, когда говорю по всем, потому что он стартовал, его фильм первый полнометражный, назывался «Племя». Это очень жесткая, без единого слова в кадре, и музыки, драма о банде глухонемых подростков. Он стартовал в Каннах, получил три награды в программе «Неделя критики», которая собирала и собирает дебютантов всегда. А затем прошел по всем фестивалям мира, буквально став открытием года на розыгрыше, например, Европейской киноакадемии, получив приз за лучший европейский дебют и так далее. И вот я предложил Мирославу, и он с самого начала сказал мне, что мы же понимаем, что это не будет такая конвенциональная драма о дружбе в финале, о том, как все находят общий язык. Я говорю, нет. Но с другой стороны, добавил я, у нас же точно не будет и картонных героев, и картонных злодеев. То есть у нас не будет, с одной стороны, все светлые и белые, с другой стороны, все ужасные. Это не так. Это сложные люди. Александр Ефимович, вот как раз, учитывая, что не будет картонных героев, а будут украинцы, там, отраженные жизни их, и, вот как вы говорите, простые люди, какие сейчас ощущения у украинцев о том, как идет, как продолжается это полномасштабное вторжение? Возможно ли вообще переговоры и выход, переговоры до выхода на границе 91-го года? Какие сейчас ощущения у тех героев вашего будущего фильма? Мне кажется, ну, вы знаете, мы же все говорим, ну, выражая свою личную точку зрения, да, основанную на общении с огромным количеством людей, и с которыми мы там рядом и встречаемся, и разговариваем, и обмениваемся мнениями и так далее, но все равно это очень сегментная точка зрения. Я говорю, мое представление о настроениях связано с тем, что, конечно, подавляющее большинство украинцев никаких переговоров вести не хотят. Они об этом не думают. Я вот не далее, чем вчера написал пост, основанный на интервью заместителя главы Главного управления разведки Министерства обороны Украины, ну, то есть военной разведки, генерала Скибицкого, журналу «Экономисты». И там он написал, что, конечно же, все придет к переговорам, но эти переговоры будут во второй, скорее всего, как он полагает, во второй половине 2025 года. И сейчас, пишет генерал, война идет за более выгодную позицию на предстоящих переговорах. И я предположил, мне показалось логичным образом своим вопросом, но если переговоры неизбежно последуют через год, и мы боремся всего лишь за более выгодную позицию, но не проще ли, не теряя тысячи людей, начать эти переговоры сегодня, задал я такой неосторожный вопрос, который, честно говоря, не задавал до этого ни разу. Ну, и на меня обрушился весь народный гнев, естественно, потому что в большинстве своем, при том, что огромное количество людей, если не все, мечтают о том, чтобы война закончилась, ну, давайте не приучить, все мушаются в Украине, в отличие от российской жизни, война чувствуется ежедневно, обстреливают города, гибнут люди, родственники на фронте. Мне начали писать женщины, которые там, жены людей, которые на фронте, дочки, сестры, матери. Ну, естественно, это совершенно другая реальность. Они мечтают о том, чтобы их близкие вернулись домой, но они хотят, чтобы война была выиграна. Как выиграна, дальше уже вопрос следующий. Вы меня спросили об эмоциональном настроении, вот об этом эмоциональном настроении я вам и говорю. Все хотят победы в справедливости, об этом говорят, справедливости. Потому что нападение, агрессия в отношении Украины, оккупация ее территорий – это несправедливая гибель ежедневная мирных людей по воле политического руководства Российской Федерации. Это чудовищное преступление, с которым никак никто в Украине смириться не хочет и не может психологически и эмоционально. А все, кто работают в кино, в украинском, вы говорили о том, что, возможно, ждет украинское кино новое возрождение. Сейчас мы можем быть только врагами. Возможно ли сейчас вам, например, работать с русскими по паспорту режиссерами? Может быть, с теми, с кем вы работали раньше? Ну, конечно, возможно. Но это же вопрос еще личной позиции этих режиссеров. Представить себе работу с ребятами, которые живут, как будто бы ничего не происходит, я не могу. Ну, то есть, как бы, ну, они выехали. Я более того, давайте так честно скажу, что никто из людей, живущих в Москве, со мной работать не будет, потому что для них это опасно. Они, собственно, и разговаривают бояться. Они избегают предвстречи, пересечений, боясь, что кто-то заметит или сфотографирует. Поэтому мы говорим только о россиянах, которые выступили против войны, уехали и строят свою жизнь за пределами России. По крайней мере, до того момента, пока Россия не изменится. Ну, с этими людьми, конечно, работа возможна. Более того, ну, я и работаю с Кантемиром Балаговым, мы объявим и о его проекте в ближайшее время, и еще с несколькими режиссерами из России, без сомнения. У меня нет в этом смысле никаких ограничений, кроме того, что я сказал, что мы должны разделять общую позицию. И второе, ну, конечно, это должны быть фильмы, адресованные в будущее, а не в прошлое. Это не фильмы о том, как мы жили там в России, или как она живет сейчас без нас, тяжко страдает. Я думаю, нужно делать кино о том, что происходит вот сегодня и с нами, и в широком мире, в том мире, в который пытаются встроиться люди, уехавшие из России, начавшие свои новые этапы своих жизненных траекторий. Вы знаете, я вспоминаю фильмы, например, Звягинцева, который снимал про Россию сегодняшнего дня, про коррумпированных чиновников, про, там, не знаю, мафиозников и так далее. Я все жду, возможно, вот сейчас хочу, чтобы появились фильмы о России военного времени. Ну, в смысле, о том, как живут простые люди сейчас, которые, например, против войны или за войну, и как вот их отношения складываются, можно ли их ожидать, когда мы, скажем так, увидим такие фильмы, как вы думаете? Ну, смотрите, сделать в России их никто не может. Ну, даже если это, условно говоря, будет в той модели, которой работал, сидевший под домашним арестом, иранский замечательный режиссер Джафар Панахи, который снимал чуть ли не на телефон или фотоаппарат, фильм в рамках своей квартиры или рамках такси. Ему было запрещено судебным решением снимать за пределами ограниченных пространств, потому что он в каком-то из фильмов снял без разрешения протесты. Представить себе, что кто-то из россиян снимает таким образом сегодня кино о жизни, а потом передает его тайком на запад, чтобы оно там вышло, а-ля доктор Живаго Пастернак в давние времена, мне трудно, я не верю в этот вариант. Значит, остается только вариант того, что кто-то из уехавших возьмет и напишет историю о том, как живут, зная хорошо, как там живут люди, и снимет ее за пределами России где-нибудь в тех странах, которых, как правило, снимают сегодня под Россию. Это либо Латвия, либо Литва, либо Белоруссия. Ну, Белоруссию нельзя снимать, как мы знаем, это я, извините, по инерции сказал. Ну, вот и все. И в этом мне тоже трудно себе представить, потому что есть еще вопрос, а кому будет интересен этот фильм? В России он не выйдет, а он, по идее, должен быть ориентирован и адресован, прежде всего, на российскую аудиторию. Соответственно, финансировать его какие-то международные компании, телеканалы, стриминговые платформы, скорее всего, не будут. Значит, должен быть фильм, сделанный усилиями очень дешево, усилиями группы людей, которые собрались и посчитали это необходимым и важным. Ну, наверное, теоретически это возможно, я вам подробно так отвечаю, потому что я сам размышляю вслух, возможно ли это. Наверное, возможно, но это должна быть какая-то такая пассионарная энергия. Таковую я встречал у иранских режиссеров, повторю, еще там у каких-то условий, но никогда не встречал у российских. А российский кинематограф, сейчас туда вкладываются огромные-огромные деньги, государственный кинематограф, конечно, кажется, никогда таких не было денег в кинематографе, и Россия намерена провести первую евразийскую кинопремию в следующем году. Это Ольга Любимова написала в своем телеграм-канале. И вот это вот какой-то российский Оскар или что-то в этом духе. Вообще российский кинорынок, он может существовать в изоляции? И вот этот евразийский Оскар, выход в Китай, в Индию, возможно ли это? Вы знаете, это такая провинциальная очень система координат, в которой там, ну только люди очень далекие от кинематографических сегодняшних контекстов могут находиться и всерьез размышлять. Российский рынок небольшой. Да, государственных денег в него брошено очень много, вы правы. Примерно, ну так, на мой взгляд, в четыре раза больше, чем было до полномасштабного вторжения. С другой стороны, там практически нет независимого сегмента. Есть только то, что вы назвали государственным кинематографом, а это другого-то деда. Ну то есть, как бы, есть разные организации, которые финансируют институт развития интернета, например, важнейший финансовый источник, или Министерство культуры, понятное дело, и Фонд кино, и, естественно, государственные телеканалы, или квази-государственные телеканалы. Но в целом это все, извините, один источник финансирования. Что касательно премии, ну это детский лепет, потому что, ну, пример, что касательно азиатского кино, есть фестиваль, до которого любому российскому фестивалю с претензией на международный, я уже не говорю про московский, который просто позорный уже много лет, максимально далеко. Это фестиваль в Южной Корее, в Пусане. В Пусане собираются десятки тысяч кинематографистов. Он выглядит по меньшей мере так же гламурно, и так же впечатляющий, как Каннский, это по меньшей мере. Он существует уже много лет, и там собираются кинематографисты со всей Азии, со всего Тихоокеанского региона, и прибывают лучшие фильмы из Европы и Соединенных Штатов. Победить этот фестиваль, так равно как и очень давние существующие и развивающиеся фестивали в Шанхае и в Токио, невозможно. Это просто нет ни денег, ни интереса. Российский рынок, как я сказал, он закрыт. Закрыт санкциями. Ну да, на какие-то независимые компании продают. Но вы сами наверняка знаете, что там толком в прокате, в легитимном прокате. Идет в основном российское кино и редкие, считанные, попавшие от независимых дистрибуторов международные фирмы. Традиционно рынок очень слабый для азиатского кино и, соответственно, продюсерам азиатского кинематографа. Прибывать туда со своими фильмами в надежде, что их купят для широкого проката в России, тоже особенного смысла нет. Они там ничего не зарабатывают, извините. Но это индустрия, в которой работают прежде всего рациональные соображения. Да, Оскар значим, с которым они пытаются спорить. Не потому, что какая-то американская академия придумала свою награду, а мы придумаем свою, и она будет такой же. А просто потому, что Оскар открывает двери в сотни стран в прокат. И значок фильма с оскаровской наградой означает новых и новых зрителей, приобретение телеканалами, стриминговыми платформами. Поэтому за это все борются. Потому что получение Оскара или номинация на Оскар открывает огромное количество возможностей для фильмов и кинематографистов. Ни один российский фестиваль, награда, которую они создадут или уже создали, не откроет никаких возможностей не то, что международным, но даже российским кинематографистам. Поэтому это разговоры, простите, с абсолютно бессмысленно. Александр Ефимович, простите, что злоупотребляем вашим временем, но я не могу спросить про Кинотавр. Скажите, придет ли время для Кинотавра снова в ближайшем будущем? Я был бы счастлив, если бы Кинотавр возродился, но я остановил этот фестиваль в тот момент, когда началось полномасштабное вторжение. И так во время войны было трудно, когда начавшийся в 2014 году на востоке Украины, было трудно проводить фестивали. Вы наверняка знаете, что в фестивалях у нас все время выступали с какими-то заявлениями, петициями, то требованиями освободить Сенцова, то, так сказать, в поддержку Серебренникова, то в поддержку политических заключенных. Но все равно это было сложно. И мне было сложно и удерживать фестиваль, и как-то создавать площадку нужную для всех кинематографистов, но 24 февраля 2022 года это стало невозможно. Устраивать праздник кино, которым без сомнения является любой фестиваль, а тем более проводимый много лет в Сочи, более трех десятилетий, это был один из старых, самых старых, самых устойчивых и известных брендов, культурных брендов новой России, вот, конечно, было уже невозможно. Я не представлял себе, не то чтобы, как я могу к этому иметь отношение, точно никакого, но и в целом устраивать праздник, это как-то неправильно. Вот я и остановил. Соответственно, ответ на ваш вопрос очень просто. Это должна измениться наверняка Россия, для того, чтобы возродился кинотавр. Кинотавр все-таки родился, его создал там Марк Руденштейн и позднее присоединившийся к нему Олег Иванович Янковский. Времена относительно свободной России, туда приезжали очень разные кинематографисты с очень разными фильмами, разных политических убеждений люди и находили общий язык, показывая друг другу фильмы. Это было совершенно другое время, и, собственно, мы пытались следовать в этом фарватере. Я руководил фестивалем с 2004 года, ну, то есть практически 17, большую половину, ну, больше половины истории фестиваля. И мы всегда пытались находить самое интересное, самое яркое, самое свежее, даже нон-конформистское кино. Но в сегодняшней России это невозможно. По множеству причин, среди которых и тот факт, что такое кино уже не делается, что нет фильмов каким-то образом пытающихся рефлексировать действительность и честно говорить о ней. Они были, всегда были. И, естественно, никто не даст возможности показывать такое кино. Поэтому, как и многое из того, что вы обсуждаете в этой передаче, или мы все обсуждаем за пределами любых телепередач, все сводится к тому, когда и как закончится эта мрачная страница или часть российской истории, и не только российской, потому что война идет и в Украине, и в Европе, если честно. И когда снова начнется какая-то, ну, что называется, некое новое возрождение, возвращение к разумной, рациональной и здоровой жизни. Александр Ефимович, спасибо вам большое, что присоединились к нам. Пользуясь случаем, хочу вас поддельно поблагодарить за ваши посты в Инстаграме, в Телеграме и везде, потому что вы как бальзам на душу буквально. Спасибо вам большое. Спасибо вам большое. До свидания. До свидания.